Где у нас стартап-котики? Мяу, мяу! Как растут стартап-котики? Пяу, пяу! Кто у нас стартап-котики? Мы бестов, мы бест, мяу! Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место! Здравствуйте, дорогие мои стартап-котики! Сегодня мы обсудим бизнес-модели и довольно парадоксальное утверждение о том, что с одной стороны компания должна основываться на бизнес-моделях и второе парадоксальное утверждение о том, что бизнес-модель должна приходить в правильное время. Давайте начнем с первого. утверждаю я, должна быть бизнес-модель. Бизнес-моделей существует всего пять. Если вы придумаете шестую, вам как минимум грозит Нобелевская премия, как максимум может быть даже что-то куда-то более серьезное. Самая странная статистическая бизнес-модель это модель гиперроста, когда компания растет с головокружительной красотой, с головокружительной красотой, и с головокружительной быстротой. Это такие компании, как Инстаграм, Ютуб, Хатмейл, Скайп, Ватсэп и еще длинный-предлинный список чудесных компаний. И эти компании показывают фантастический рост и не берут ни с кого никаких денег, и даже зачастую не зарабатывают на рекламе. Они идут к инвесторам, показывают инвесторам свой потрясающий прогресс и говорят, инвесторы, дайте нам денежек, мы будем расти и дальше так же быстро, и вырастя, вырастя очень-очень-очень большими, мы кому-нибудь продадим. Ну, относительно недавний пример такого – это компания Инстаграм, в которой не было вообще никаких продаж, когда она стоила достаточно серьезных денег, стоя 200 миллионов. И когда они подняли довольно серьезную сумму у венчурных капиталистов для того, чтобы расти и развиваться, ну, никаким другим образом денег не зарабатывали и продали за такую приятную сумму, как миллиард долларов, компании Facebook. Таких примеров довольно много. Но не так уж, чтобы так же много, как примеров четырех других бизнес-моделей, то есть B2C – продажи продуктов либо сервисов от бизнесов конечным пользователям. C2C – то есть Marketplace, то есть место, где одни пользователи продают свои сервисы или свои продукты другим – eBay, Uber, Amazon Marketplace, Yahoo Marketplace и так далее, Yahoo Shopping на самом деле. Третья бизнес-модель – это B2B, это продажи продуктов и сервисов от одних бизнесов к другим. И четвертая такая достаточно странно называющаяся модель C2B, то есть как бы продажи пользователя, не себя, а consumers бизнесу. Да, звучит странно, но это достаточно просто. Это получение каких-то сервисов бесплатно в обмен на ваши eyeballs, в обмен на то время, которое вы затрачиваете, глядя на экран и таким образом зарабатывая рекламное время для компании. Ну вот YouTube, например, прекрасный пример этого. YouTube, хоть есть пример, но в основном пользуются все бесплатно, и YouTube зарабатывает, Google уже теперь зарабатывает деньги тем, что размещает рекламу. Вот таким образом есть 4 бизнес-модели, на которых компании сотнями лет зарабатывали деньги. Есть пятая, эзотерическая, очень новая, которая, ну может, от силы 20-25 лет, когда компании показывают колоссально быстрый рост и приходят к инвесторам с предложением инвестировать в них, предполагая при этом, обе стороны предполагают, что инвесторы заработают на экзете. То есть вот так вот существуют бизнес-модели. Вернемся к моему изначальному предположению о том, что а. компании нужна бизнес-модель, и о том, что б. бизнес-модель должна быть своевременна. Не своевременные бизнес-модели могут убить компанию. Давайте начнем со второго парадоксального утверждения и вернемся затем к первому. Итак, еще раз, второе парадоксальное утверждение заключается в том, что бизнес-модель должна быть своевременна. Ну, первая часть его совершенно понятна. Она заключается в том, что если вы строите компанию, у вас есть серьезные расходы, и вам есть или несерьезные расходы, и вам надо на что-то жить, и вашим сотрудникам надо на что-то жить, и вам надо делать маркетинг и пиар, и хранить где-то сервера, и платить какие-то зарплаты и так далее, и так далее, то вы либо можете жить на подкожных запасах, либо вы можете жить на инвестициях от инвестора, либо вот на этих четырех моделях. Такая штука как бизнес-модель должна в какой-то момент появляться, потому что иначе вы не выживете. Но еще раз, первая часть утверждения, она должна быть для того, чтобы вы выжили. Понятно. Вторая часть утверждения немножко странная. То есть утверждение следующее. Далеко не всегда бизнес-модель бывает своевременной. Во-первых, она, конечно, должна быть с самого начала, если вам надо на что-то жить. Во-вторых, и теперь внимание, во-вторых, иногда бывает, что существование бизнес-модели, то есть зарабатывание денег, может компанию погубить. Когда это происходит? Это происходит, когда компания пытается нащупать рынок, пытается понять, что из себя представляют бизнес-модели на этом рынке, либо не пытается даже этого сделать, а просто занимается себе своим делом и живет, не пытаясь стать огромной, и оплачивая совсем небольшие расходы. Ну, шикарнейший пример, наверное, это компания GitHub. Они довольно долго никаких инвестиционных денег не поднимали. И да, хотя у основателей был некий такой бизнес, имевший прямое отношение, собственно, к GitHub, но то, что происходило на самом GitHub, особыми, довольно долгое время, как, думаю, многие помнят, особыми бизнес-моделями не пользовались. То есть это просто был вот такой вот хаб, такой вот репозиторий для технологов, для инженеров, программистов. Очень хороший пример того, когда бизнес-модель погубила компанию, когда она была ранней, это Friendster. Мой замечательный приятель, к сожалению, он не сможет этого посмотреть, поскольку он говорит по-английски, а не по-русски он из Канады, Джонатан Абрамс. Очень его, кстати, рекомендую. У него есть потрясающее такое место здесь, Сан-Франциско, Founders Den. Вот, так вот, Джонатан основал Friendster, который, в общем-то, по сути, был Facebook. И, как, думаю, многие из вас помнят, когда Марк Закерберг только создавал Facebook, он, объясняя Facebook, говорил, что это Friendster для студентов Гарварда. Потом он говорил, это Friendster для бостонских студентов. Потом он говорил, это Friendster для студентов вообще. Потом он перестал говорить слово Friendster, поскольку народ уже знал, что такое Facebook. Но, по сути, Facebook в очень многом является просто копией. Даже если вы посмотрите логику расположения кнопок и других таких ключевых аспектов в Фейсбуке, он, по сути, является, в общем-то, такой более-менее копией Friendster. Friendster погубила бизнес-модель. Дело в том, что Friendster, по моему глубочайшему убеждению, мог стать Фейсбуком, мог стать больше, чем Фейсбуком. И все, что нужно было делать, нужно было поднимать очень серьезные деньги. Это то, что сделал бак за кабак. И расти, 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 расти. Дело в том, что бизнес-модель является страшным врагом гиперроства. Я еще раз это повторю, потому что некоторые посчитают, что либо я оговорился, либо я, может, курю какие-то очень хорошие травки. А травки действительно в Сан-Франциско прекрасны. И подумают, что я несу какую-то ерунду. Но история стартапов показывает, что не несу ерунду. По крайней мере, в данном случае. Обычно, наверное, несу, но в данном случае нет. Почему? Потому что, когда вы растете очень-очень быстро и начинаете думать о том, как зарабатывать денег, то у вас появляется несколько напряжений. Первое напряжение. Ваш главный KPI или один главный KPI становится не рост во что бы то ни стало, а так или иначе заработок. Причем это не обязательно стратегия компании. Но у вас есть сейлзы, друзья мои. А сейлзы или продавцы – это те люди, которые хотят зарабатывать на продажах. И они молодцы, что они это делают. Но если главное в компании в этот момент гиперрост, как это было до начала монетизации во Фрэнстере, то вот это желание, очень правильное, очень правильное желание сейлзов заработать, и тут собор Петра и Павла недалеко от меня стал бить в колокола, подтверждая божественность моих выводов. Желание сейлзов заработать входит в противоречие с желанием компании стратегическим быстро расти. Ну, то есть, что происходит? Сейлзы говорят, ой, давайте здесь еще баннер поставим. Давайте, как было в случае с Фрэнстером и с Майспейсом, второй прекрасный пример гибели из-за монетизации. Ой, а за папчики платят больше. Ой, а за медиа ректангл, если кто знает, это такой здоровенный-здоровенный баннер, платят больше. Ой, а за медийные баннеры платят больше. Ой, а за баннер, который вклинивается в видео, платят больше. Ой, а если мы некоторые функции сделаем платными, то заработаем больше и так далее, и так далее. То есть, в компании появляется направление, когда есть люди в компании, очень правильные люди, классные люди, заинтересованные в деньгах. А деньги, как известно, сейчас скажу страшную вещь, могут и погубить. И есть немало людей, которых, и немало стартапов, которых погубили, как ни парадоксально это звучит, именно деньги. Иными словами, есть примеры, когда монетизация стартапов была слишком ранней, Friendster, MySpace, еще есть куча других примеров, и таким образом их погубило. Есть примеры, когда стартапы максимально оттягивали монетизацию, но таких примеров бесконечное количество, я уже говорил, ITQ, Hotmail, Instagram, Skype, YouTube, до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но сотню компаний назвать достаточно легко. Компании, которые прожигали инвестиционные деньги и которые двигались вперед, не стараясь строить продажи. У этого есть еще такая подгруппа, такие особые, особые типы компаний, которые монетизировались, которые создавали продажи, но которые упорно, специально не стремились к тому, чтобы быть доходными. Вопреки тому, что этим компаниям говорили инвесторы, вопреки тому, что этим компаниям говорили рынок, если они были публичными, эти компании говорили, нет, самое главное, мальчики, девочки, кошечки и косики, что я делаю, я пытаюсь захватить рынок. Ну, самый фантастический пример этого, конечно, это Amazon. Это тот пример, когда компания годами, я думаю, что многие из вас знают, годами не показывала доходности, годами фокусировалась на росте, рост в их случае был ростом все-таки продаж, но из года в год говорила, нет, ребята, мы побьем всех с сочетанием очень классной цены, очень классного сервиса, быстроты, понятности, надежности, а затем еще и уже последние годы всеобщности, то есть того, что тебе не нужно искать мебель в одном месте, носочки в другом месте, спортивное снаряжение в третьем месте, и так далее, и так далее. Вот. Таким образом, главный аргумент еще раз заключается в том, что зачастую компания выигрывает очень сильно от того, что бизнес-модель оттягивает. Еще один очень интересный довод и в какой-то мере соображение заключается в том, что когда вы строите нечто уникальное, которое никто еще не строил, вы не совсем знаете, какой будет market fit. Я не знаю, как это сказать по-русски, но это фраза, которую точно нужно знать в английский, то есть насколько рынок вот таким образом правильно кликнет, правильно чик, и сцепится с тем, что делаете вы. Нужны ли вы клиентам? Готовы ли они вами пользоваться? Будут ли они нас рекомендовать? Будет ли то, что вы продаете куплено, когда вы начнете это продавать, если вы не продаете, и так далее. Когда вы строите что-то совсем-совсем новое, то очень часто вы на протяжении долгого времени занимаетесь кастом-обедатом. Я обожаю совсем недавно в этом году выученным мной словом, я думаю, многие из вас знают его, а я вот не знал. Каст-дейт, каст-дейт, каст-дейт. Потрясающие слова. Так вот, по сути, компания, которая способна, если она может выжить, сейчас мы перейдем к первой части Морлезонского балета, если компания может выжить, ключевой, если компания может выжить и может себе позволить долгое время, месяцами, а то и годами, ребята, ну, не обязательно 10-20 лет, может, там, год, два-три, заниматься этим самым кастом-экспер-девелопментом и расти в плане пользователей, в плане продуктов, в плане сервисов, которые она представляет. Такая компания, если она выживет и вырастет, вау, ребята, будет очень-очень сильной. Просто очень сильной. Ну, и в каком-то смысле стартап-котики, которые мы строим, в общем-то, я надеюсь, являются такой компанией. Я уверен, что если у нас что-то получится, то мы все равно никогда ни копейки, ни с каких бизнесов брать не будем, но ужасно интересно, чтобы вот стартап-котики выросли в такую вот огромную, классную, интересную, здоровскую платформу, где стартапчикам всячески помогают стартапчики, инвесторы и другие хорошие, замечательные люди, стартап-котики. Вот. Ну, собственно, вот это то, что я хотел сказать о второй части Морлезонского балета. Теперь поговорим о первой ее части, о том, что бизнес-модель все-таки нужна и о том, что если компания не обладает способностью долго-долго существовать и не зарабатывать денег, то эти деньги надо зарабатывать с самого начала, где-то в том моменте, когда вы еще не достигли точки уф. Точка уф – это когда вы сидите, вытираете под кровь слезы, извиняюсь, сопли и говорите, ну все, ребята, жить не на что, как мы будем выживать дальше? Вот этой точке нужно избежать и вместо того, чтобы доживать до точки уф и потом думать позже, что же теперь делать, нужно продумывать довольно рано, сейчас я противоречу второму, что я сказал, нужно продумывать бизнес-модели, нужно начинать с того, что когда вы начинаете бизнес, вы думаете о бизнес-модели. Еще раз, я надеюсь, что я вас в конец запутал, но еще раз, первое, для того, чтобы выжить, компанию нужна бизнес-модель, поскольку люди просто должны что-то есть, где-то жить, одеваться во что-то, на чем-то передвигаться и так далее. Но второе, как ни странно, существование бизнес-модели, то есть преобразование ваших сервисов так или иначе в деньги, может также стать и часто становиться огромным препятствием на пути к тому, чтобы стать действительно огромными, действительно могучими и так далее. Как это противоречие разрешить? Вот теперь самое-самое главное в моем длинном-длинном эпизоде с очень парадоксальными утверждениями. Как это противоречие разрешить? Первое, когда вы начинаете стартап, с самого начала нужно думать о бизнес-модели, то есть о том, как вы будете зарабатывать деньги. Этих моделей пять, я уже их пару раз обсудил, поэтому не стоит обсуждать их еще раз. Но вот любая из них, либо сочетание, кстати говоря, из них работает, и это прекрасно. Но при этом вы должны осознавать, что если то, что вы строите, не является таким маленьким, локальненьким бизнесом, либо если ваши аппетиты не ограничиваются одним, двумя, тремя миллионами долларов, а для Америки это не такие большие деньги, да и для некоторых других стран не такие уж большие деньги, то вы, думая об огромной компании, стомиллионной, миллиардной и так далее, должны не забывать примеры таких компаний, как MySpace, Friendster и многих других, которые, стараясь вырасти и стать совершенно огромными, слишком рано начали монетизацию, вместо того, чтобы жить на инвесторские денежки и стать огромными и только потом монетизироваться, как это делали очень многие другие, очень успешные компании. Вот, так вот, для всех случаев, когда вы хотите вырасти и стать очень-очень большими, бизнес-модель на относительно раннем или совсем раннем этапе может вас погубить, поскольку смысл существования компании немножко переместиться и чудесные, замечательные люди, включая, я думаю, многих сооснователей, которых называют селзами или продажниками, люди, занимающиеся собственно продажами, будут заниматься тем, чтобы расти продажи. А это, хотите вы или нет, за редчайшими исключениями, ну, такие как eBay, например, вступает в прямое противоречие с задачей роста. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Итак, подводя итоги, бизнес-модель компании необходима, бизнес-модели существует пять, и шестую никто не изобретет, если вы изобретете, срочно пишите мне, я буду рад с вами ее обсудить. И самое последнее и очень важное, бизнес-модель для компании, которая собирается стать совершенно огромной, может войти в противоречие с задачей очень быстрого роста, поэтому стоит дважды, трижды подумать, не слишком ли рано вы начинаете бизнес-модель, если то, что вы собираетесь делать, является таким гиперрастущим, не монетизирующимся сайтом, приложением, сервисом, продуктом и так далее. Всем спасибо, мои дорогие стартап-котики, и закончу тем, о чем многие мне напоминают, чмоками в этой версии Multiverse и пожеланиям здоровья и счастья. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok